приветствую вас братья и сестры любовью господа нашего иисуса христа знаете хочу для начала поздравить вас всех с тем что мы находимся на благословенном месте аминь аминь супер потому что действительно вот мы находимся сейчас вот в болгарии в этой стране где мир где свобода где мы можем законно вообще собираться и вспоминать то что сделал для нас христос и вообще я рад вас всех видеть здесь я надеюсь что вы все здесь по доброй воле аминь хочу попросить вас прежде чем мы перейдем к служению хлебоприловления господней трапезе чтобы мы освободили наш разум от многих вот этих мыслей которые у нас я думаю у всех появляются в голове у многих у всех нас есть какие-то проблемы какие-то переживания кто-то лишился дома кто-то лишился близких родных у кого-то просто он стоит на распутье пути не знает что ему дальше делать но хочу чтобы вот мы хотя бы на этот миг вот на это время мы освободились от этих мыслей и просто освободили свой разум и настроились на эту волну божественную и для начала попрошу вас просто вспомнить тот миг когда вы впервые повстречались с богом вот именно повстречались лично когда вы пережили это перерождение возрождение просто окунитесь вот в эту глубину так скажем вот как знаете океан он на поверхности он бушует бывает шторма бывает там палящее солнце где-то вообще айсберги плавают где-то там льдины но на глубине вот там внизу всегда спокойствие там всегда тишина там одинаковая температура я вот хочу чтобы вы спустились вот на эту глубину своего сердца своего сознания и вот настроились вот на это вспомнили какую милость для вас явил бог что он как любящий отец вас просто обнял он сказал что он вас любит он берет все что вас тяготит всю весь грех всю грязь вообще абсолютно все это он берет на себя он идет на крест он избавляет вас от всего что вас тяготит просто вспомните как вы это пережили в своей жизни и настройте сейчас вот на эту волну я не случайно вас попросил именно вспомнить а потому что наш христос нам завещал вот как написано от луки 22 главе 19 стихе да от луки 22 19 и взяв хлеб и благодарив преломил и подал им говоря сие есть тело моё которое за вас предается сие творите в мое воспоминание но воспоминание чего кто из нас присутствовал в тот момент там или кто там был свидетелем этого никто понятное дело что мы вспомнить те события физически мы не можем потому что мы не были свидетели этом да какая-то там часть учеников первых христиан там может десятки там уже сотни их они были свидетелями этому ну а что же нам нам вспоминать и я убежден что христос когда он написал через учеников своих слова его евангелие он хотел чтобы мы воспоминали суть голгофских страданий не не экранизировали у себя в голове вот эти картинки даже вот как из фильмов как христос страдал как он да это были невероятные страдания он пережил просто нечеловеческие человеческую боль страдания то что когда люди изучают то что что пережил христос они вообще в шоке и они удивляются что как он вообще дожил до до креста как он вообще дошел до этого что он не умер по пути где-то потому что это не человеческие были муки да мы это все понимаем но суть была это не в этом на самом деле да ему суждено было пострадать но ему было суждено про именно умереть то есть его цель была эта смерть на голгофском кресте и вся суть именно в этом и если мы даже смотрим еще глубже то была суть в его жертве а если дальше мы смотрим еще глубже то что жертва она была дана для каждого человека кто поверил то есть это лично жертва для каждого из нас и что же нам христианам 21 веке в общем то вспоминать вот галатам послание галатам первой главе можем прочитать с одиннадцатого и по двенадцатый стих возвещаю вам братья что евангелие которая благовест которой я благовествовал не есть человеческая ибо я принял его и научился не от человека но через откровение иисуса христа я уверен и убежден я сам это пережил что когда мы читаем слово божие мы читаем это не просто слова которые написали люди это не физическое просто слово это слово самого господа нашего иисуса христа бога отца то что именно он говорит нам также когда нам кто-то евангелизировал когда-то в первый раз человек который нам говорил словами но говорил через него господь и мы воспринимаем это именно как слово от бога аминь это не слово человека это слово именно от бога и это слово оно пришло прошло через наш разум она зашло в наше сознание она изменила его и дало нам новую жизнь и и все это чудо оно отпечаталось вот в нашем сознании в нашей памяти в том числе и поэтому когда нам господь говорит делайте это в мое воспоминание для каждого из нас это воспоминание оно разное именно то что сделал для нас господь он изменил нашу жизнь он дал нам новую жизнь он дал нам новое дыхание жизни и вообще что такое память человека вот я бы сказал что память человека это можно поставить равно само человек вот мы самого детства мы учимся чему-то мы в память слагаем свои вот эти умения эмоции все что мы видим в этом мире это создает нас людей и что произойдет если вдруг у человека отнять память ну я думаю что страшнее наверное ничего нет чем у человека забрать память он теряет все он теряет близких семью братьев сестер свое свое успехи вообще свою жизнь и себя в принципе это просто чистый лист поэтому я бы хотел вас призвать чтобы мы воздвигали так скажем памятник нерукотворный вот в мире есть памятники до которые ставят людям кто-то себе при жизни еще ставят памятники для чего для того чтобы его помнили для того чтобы через там года была какая-то память вот взглянув на на этот постамент или там будто статуи люди могли вспомнить о человеке его делах и так далее но что господь какой памятник нерукотворный воздвиг иисус христос который уже сотни лет тысячи лет он существует неизменный это его заповедь творить в его воспоминания это причастие это господня трапеза я призываю вас поэтому вновь вспомнить то чудо что даровал нам христос лично для каждого как нам открылся господь как даровал нам вечную жизнь как он вдохнул в нас новый дух и дыхание вечной жизни я попрошу да роман может быть и александр да совершить молитву за тело за хлеб и за вино за кровь мы будем приступать к этому служению